с вами андрей у нас патус над хак код совет от разработчика назначение навыков постепенно увеличивается с практикой например при нанесении ударов оружием или бы промахи ударов по вам соответственно ударов оружием это оружие качается промахи по вам им попадание качается защита так называемые доспехи собственно в этой серии вообще хотелось бы прокачать навык школы света чтобы была возможность кастовать его на постоянке также хотелось бы еще сбегать улучшить свод коня вообще задумок много но реализация пока не особо собственно что в целом что вы понимали что у нас за персонаж получился 19 уровень мужчина человек монах у вас вот такие вот статы скорость у нас максимальная 8 и 8 благодаря нашему любимому разработчику сопротивление у нас большинство кроме распада распад у нас 92 процента по талантом она собственно вот так вот присутствует навыки навыки собственно присутствует если вам пролистаю что вы могли вкратце посмотреть вот хотелось бы в текущий момент прокачать школа ограждения в текущей серии для того чтобы хотя бы до уровня умелой чтобы она просто была более эффективна также с нами присутствует наша боевая лошадь наша была боевой конь так называемый у него скорость 60 но это в принципе быстрее большинства у него мастер легкие доспехи не умело чтение плавание средний тяжел доспехи на уровне умелой по сопротивлением вытягивания сил 32 кислота 51 все остальное на сто процентов тут отсутствует также у него насколько я понимаю вытягивание сил распад на магия окаменение и так далее то есть достаточно много резистов тут отсутствует но это можно поправить у него собственно по талантам у него присутствует контроль телепортации жизнестойкость жизнестойкость это сопротивление болезнь коррепортации это чтобы его отменение телепортировали мало ли мог бы интеллект прокачают и смогут телепортировать своих врагов невидимость собственно которую вы видите отклонение чтобы у него побольше защита было отражение чтобы его но отражение с помощью мулета на нем одета и талант полет чтобы он просто летал чтобы мы большинство ловушек игнорировали ли с ним по собственно снаряжению по основному нам нужно подкачать будет защиту в одной из прошлых серий нас пробили причем у нас достаточно сильно пробили это было честно говоря не очень приятно поэтому в этой серии нам нужно по максимуму будет усилиться для того чтобы нас не пробивали на предыдущем уровне насколько я помню я смотрел у нас присутствует у нас на 37 уровне основном подземелье у нас присутствует чаша золотая и собственно верстак так называемые тиски вам там грубо говорить вот нам нужно вернуться на предыдущий уровень для того чтобы прокачать распознать все свое снаряжение и распознать собственно прокачать уровень давайте вернемся огромное количество мимиков здесь находится на уровне на предметы могут быть разобраны на верстаке для получения эссенции базового материала но опять же все предметы и действительно могут быть разобраны но проблема предмета в том что они постоянные то есть то есть если вы грубо говоря сложили все в один верстак на втором верстаке вы уже ничего не сможете сделать соответственно как бы вы не пытались у вас ничего не получится то есть все в один верстаке сложите у вас энтропия достигнет максимума ближе к 100 процентов и вы просто не сможете взаимодействовать с верстаком давайте добежим до нашего священника он у нас с левой стороны находится убав ним наши предметы также хотелось бы сейчас очистить получить большое количество по нам стреляет эльф большое количество зельев воды узнаем духовный статус всех вещей для того чтобы все предметы сразу открыли нам свой уровень мы видим дерево давайте его убьем мы большинство мобов будем быстрее а тех кого не будем быстрее мы просто элементарно должны быть умнее вот распознали собственно большую часть экипировки у нас присутствует палочка холода нолик ее можно выкинуть ее можно было конечно перезарядить вот например вот к этого ремеслинга также нам нужно в данный момент через смятение прокачать также через превращение прокачать себе экипировку давайте посмотрим что у нас по статусам разрушение не проклятая на зине проклятая собственно контроль и собственно все зелья зелье увеличение энергии нам нужно убрать хотя его можно сразу бафнуть убираем зелье увеличение энергии для того чтобы она нам просто не мешалась в инвентаре увеличение энергии перекладываем не мешается так теперь наша задача получается по талантам вас пробежимся сразу регенерация вшитая у нас она присутствует или как нет регенерация у вас одетая то есть регенерацию мы в принципе могли бы съесть но я думаю в идеале регенерацию дать коню поэтому регенерацию мы кушать наверно пока не будем нам бы в идеале съесть меткость кольцо меткости съедим кольцо меткости давайте это сделаем для этого нам нужно спешиться мы спешиваемся теперь наша задача убедиться в том что у нас персонаж сытый и превращаемся в камнеядное существо например в бурого громилу превратиться можно только в тех существ которых мы сами до этого убили то есть в других существ превратиться не сможете съедаем кольцо меткости мы съели кольцо меткости но нам ничего не дали нам не повезло в этом вопросе ладно не страшно возвращаемся на исходную теперь наша задача получить смятение это один из основных контролящих ресурсов которые нам нужны поэтому мы получим у нас палочка превращение кстати ее надо перезарядить давайте перезарядим палочку превращение также можно перезарядить волшебный маркер у нас теперь карма минус 500 то есть у нас 950 кармы коня опять как видите далеко свалил от нас гнида ползучая наша задача теперь дать себе смятение смятение у нас контролит талант ясность для этого нам нужно снять с себя талант ясность он у нас представлен в виде очков получить смятение на себя с помощью заклинания либо любого другого доступного способа кастуем на себя амнезию скастовали амнезии но нам ничего это не дало а амнезию нам не надо было на себя кастовать да нам нужно кастовать на себя светлое свиток разрушение нам дали кольцо сопротивление огню но оно нам не нужно у нас в принципе есть еще свиток зачарования как вариант можно его благословить давайте уберем смятение для этого просто оденем на себя очки благословленные смятение с нас так и не упало ну давайте тогда уберем от смятения через исцеление не хочет а смятение контролит заклинание я понял давайте тогда через рог единорога его попробуем убрать у нас рог единорога плюс 3 используем его на себе да мы сняли смятение даже смятение можно было снять через трупик ящерки который вы бы съели у вас получилось давайте смоем собственно зелья которые нам не нужны зелья оцепенения слепоты снатилипатии все вот эти вот зелья смываем фруктовый сок зелье воды также выкладываем чтобы она просто не отсвечивала скучковалась сразу же в одну виднее невидимого нам бы в идеале оставить контроль превращения регенерации нам бы в идеале отдать этому нашему коню для того чтобы просто коню было более комфортно отступаем на одну клеточку собственно большое количество зелья лежит кастуем на эту клетку очищения либо заклинание либо если у вас нет заклинания кастуйте через палочку подняли очищение собственно у нас присутствует большое количество а у нас еще амнезия давайте также выложим амнезию и алкоголь и на них персональную воду чтобы она состакалась ну и воду чтобы она все это дело почистила важно не промахнуться потому что вы будете в минусе тогда в огромном открываем ищем зелья благословленное исцеление а учитывая то что у нас есть контроль конфузии как и иммунитет к ужасу мы могли бы тоже алкоголь смыть ну ладно фиг с ним пускай будет благословляем зелье как и зелье виднее невидимого тоже благословляем для чего благословляем виднее невидимого для того чтобы мы могли дать выпить нашему коню чтобы он видел невидимость с него как вы помните в одной из прошлых серий сняли этот талант у него теперь виднее невидимого нету а нам нужно ему его вернуть поэтому мы ему его вернем с помощью собственно с помощью зелья также мы на него оденем дополнительно кольца для того чтобы он их просто носил посмотрим что у нашего коня присутствует у него у коня ничего не присутствует собственно это очень плохо то есть мы у коня можем превратить только через превращение получается это прям отвратительно но фиг бы с ним надо подумать что лучше сделать в этой ситуации автоматическое сохранение позволяет вам начать с того места на котором вы закончили поэтому она полезная вещь чтобы вы ваш прогресс персонажа не откатывался очень далеко ну конечно при смерти вы потеряете прогресс но факт в том что вы можете начать с этого места в идеале конечно скастовать на него превращение либо найти нпс который скастует на вас превращение давайте поищем на карте есть ли у нас такой нпс на карте на карте он присутствует на 31 уровне вот этот котел так называемый фиолетового цвета вы видите этот нпс на вас кастует именно талант превращения точнее не на вас а на коня вот понятное дело что не бесплатно а за карму но все же ладно я думаю мы вместе с вами сейчас давайте поедим чтобы он больше в ближайшее время не заморачивались с таким параметром как еда продуктовый паек перекусим собственно перекусили теперь давайте восстановим свое значение ожившая броня ходит офигеть на самом деле на высоких уровнях это крайне печально рецедреть а у нас и говоря созидатель земли на нас собирался на самом деле он зря это сделал потому что он сейчас скорее всего проиграет он просто думать что он нас сильнее но ведь он мозгу слабее ведь она немножко не дают странные морддал замедление учет какой-то быстрый у него скорость 34 почему-то куда ты побежала гнида это гнида потеряла испуг давайте ему дадим ужас того чтобы он какой же ты быстрый а блин а давайте мы еще раз дадим замедление мы мастер в очаровании то есть наше заклинание усилились на плюс один уровень то есть для их длительности а у него проворство висело все понятно я думаю что ты такой быстрый скорость 2 3 уже реалистично я думаю что он такой быстрый я даже не успеваю его бить насколько я вижу он потерял ужас давайте ему еще раз дадим ужас чтобы он его не терял почему нам нужно было его убить потому что он в любом случае на нас бы согрелся это один из тех мобов которые недолюбливают остальных так называемые наемники несчастные которые с одной стороны они на вашей стороне но с другой стороны они всегда от вас отагрится при любом удобном случае поэтому наемники в этом вопросе очень-очень плохие вообще наемников как вариант можно использовать но для того что если вы будете использовать использовать их через очарование для того чтобы они платить им деньги либо только вы по принципу заплатили им деньги на потом чтобы он желательно погиб чтобы вы смогли забрать его деньги поэтому наемников в этом вопросе конечно получше собственно мы восстановили некоторое количество единиц магии давайте вернемся на предыдущий уровень собственно мы как-никак а давайте также к дряде подойдем сможет ли наша лошадь получить еще один уровень у нее пятнадцатый в данный момент уровень у нас девятнадцатый уровень как вы видите давайте посмотрим сможет ли лошадь получить еще один уровень попросим дриаду благословить лошадь у дриады есть такое улучшить силу вашего союзника собственно он не лошадь не я не могут развиться это очень плохо кстати говоря как вариант благословить нашу лошадь и дайте посмотреть будет ли развиваться она с помощью навыка не навыка с помощью свитка зачарования обратите внимание на свиток зачарования он когда его съесть он дает увеличение все характеристики на плюс один собственно вот поэтому мы сейчас благословляем свиток очарования и даем нашей лошади его съесть собственно благословляем очарование и даем лошади его съесть через кнопку обменяться мы обмениваемся с лошадью через кнопку снарядить мы даем ей возможность его съесть подтверждаем съедение и смотрим по характеристике обратите внимание у тебя сложение увеличивается на плюс один то есть ну слабовато конечно но все таки убираем собственно зелье для того чтобы они нам не мешали выбираем их сумку хранения благословленную именно благословленную потому что остальные сумки хранения они будут менее эффективны чем благословленные если вы погибаете превращенным то вы скорее всего вернетесь в изначальную форму да так оно и есть если вы обратились в дракона вы просто вернетесь в свою изначальную форму то есть вернетесь вне форму дракона так называемую но если на вас одет одетому это изменение то вы скорее всего погибнете злобогласно рисовался давайте ему дадим ужас он сопротивляется ужасу дадим замедление он на нас кинул ошеломление мы его убили злобоглаза получаете галлюцинации либо и временный эффект галлюцинации но я думаю есть его не стоит галлюцинации не самый полезный навык давайте перейдем на черный рынок и там на черном рынке уже будем прокачивать свой навык на телепортации перемещает вашего персонажа по текущему уровню подземелья но с контролем телепортации это делать более эффективно собственно черный рынок тут фишка в том что тут могут зареспаундиться такой персонаж как барыга который может большинство улов покрошить барыга это считается наемником его можно нанять и тут все нпс и которые присутствуют собственно их видим их проблема в том что они агрессивные то есть они двигаются они могут вас собственно прокачивать заклинание прыжка почему именно через него потому что она просто меньше магии есть собственно барыга зареспаундился но это ожидаемо на самом деле у него кстати самая высокая скорость он большинство мобов потушит барыга очень много зареспаундилось уже три штуки они сто процентов будут агрессивные к нам сейчас они не агрессивны потому что они бы на нас уже напали прокачиваем получается школу ограждения для того чтобы заклинание света взаимодействовало с нежитью давайте посмотрим насколько она эффективно прокачивается через навыки собственно осталось 150 то есть большую часть уже прокачали осталось 150 давайте подождем восстановление обратите внимание скорость барыги то есть это достаточно большая скорость это около семерки скорее всего скорость то есть если брать в наемники барыгу то это прямо один из самых сильных союзников будет на самом деле его можно взять в подчинение через очарование если у него нет контроля магии то есть сопротивление к магии то вы можете взять его в подчинение и не особо заморачиваться по этому вопросу давайте продолжим качать прыжки через прыжки почему именно прыжки потому что у вас просто меньше магии есть чем более высокоуровневое заклинание чем больше оно дает вам получается прирост к вашему навыку прыжки являются заклинанием второго уровня поэтому оно чуть больше дает чем заклинание первого уровня у нас заклинание первого уровня свет считается но оно 10 дней магии тратит а прыжки в нашем случае тратит 8 единиц магии почему она тратит 8 единиц магии потому что мы прокачивали несколько раз но если говоря прокачали умелые в ограждении тем самым мы получили стоп блин не успел барыга очень быстро двигается я просто хотел вам его показать что вы имели представление но он от нас убежал на самом деле самый лучший талант на высоких уровнях это конфликтность потому что благодаря конфликтности большинство врагов будут сами с собой драться а те кто призывает огромное количество мобов вы просто их агрите сами на себя и они просто грубо говоря между собой будут драться а вы даже при этом участвовать не будете на самом деле будет очень легко звучать а чем мне не нравится в этом навыке то что тут он он начинается направленным то есть а из того что он становится направленным он хуже а мы читаем может theory накладывать дистанции один духовный удар духовный удар это чтобы 1 это дистанция до коротого вы можете накладывать собственно brothers собственно соседняя с вами клетка вот например если вы возьмем грубо говоря любое ударное заклинание но для примера вот собственно обратите внимание у него дистанция 2 5 собственно но самый не он на неумелом уровне например дистанция 2 5 говорит о том что она на дистанции 2 5 то есть отлетит то есть вы будете примерно плюс-минус на дистанции 2 5 вы клеток имеется дом то есть если считать клетки то примерно смотрим вот тут вот 33 дерева и как раз получается грубо говоря вот и мы сейчас видим клетку за мостом это только четыре дистанции от нас точнее даже пять получается первое рядом с нами и последняя за мостом вот этого дистанция пять клеток а духовный удар один это собственно рядом с нами только а собственно продолжаем ограждение качать давайте посмотрим если ну видите тут духовный удар один духовный удар один он скажем так удобен вы можете кастовать магию на союзников ну либо на врагов разумеется если это не самая скажем так дружелюбная магия но фактом что вообще что делает сам по себе прыжок прыжок сам по себе делает ну то есть вы можете перепрыгнуть через одну видимую клетку то есть вы должны видеть именно точку приземлением то есть если вы то есть если бы я сейчас прыгал например то я бы приземлился стоп не успел я хотел вам показать барыгу но он ведь и убежал уже барыга очень быстрый на высоких уровнях это один из самых наверное опасных врагов наряду с драконами драконы просто толстые кастуют магию а барыги они очень быстрые кстати специалистов в ограждении достигли барыги очень быстрые они достаточно больно бьет то есть если у вас есть возможность их нанимать я рекомендую именно их и нанимать понятно я вот что вы на самом начале его вряд ли сможете призвать но сам факт наличие все-таки говорит об этом попробуем сын говоря проражать волшебную картографию для того чтобы плюс-минус ознакомиться с местностью который здесь присутствует собственно вот вся карта которая здесь присутствует тут важно чтобы барыги которые здесь видите они в серых плащах так называемые чтобы они закончились и тут видите в чем ситуация наши получается враги ну так сказать не враги стражники как вы видите контроля двери то есть вы открыть двери не сможете потому что стражники вам не дадут этого сделать но вы можете согреть стражников но тогда будьте готовы что и все на вас агрица то есть чтобы забрать черный двор то есть называемый дверь за стражником вам нужно именно согреть стражника и потом его просто от агрики чтобы его от агрики можно и через магию приручения его то есть через свиток приручения усмирением самый эффективный конечно будет свиток усмирения также через волшебную арфу кстати говоря он носуль согрелся я не вижу ты на нас согрелся что ли не он нам в темноте еще пока да он еще пока во тьме поэтому мы не можем увидеть до дольше прокачивается из-за того что она вот собственно барыга давайте его посмотрим он появился 25 уровень наемник у него скорость 7 5 то есть вы что вы понимали достаточно бодрая скорость то есть он стала там проворства постоянно бегает судя по всему а если ему дать еще а ну да у него видео у него присутствует талант проворства то есть если бы его с него снять этот талант проворства проще заклинание очищения то ну он ничем особо не будет примечательно единственное у него очень много монет собой то есть вы видите то есть еще кольца свитки амулеты то есть он вам такую грязь может сделать вот на как например он скорее всего является человеком да как вы можете увидеть он является именно человеком человек среднее существо наемник то есть вы можете его нанять за некоторое количество монет но эффективнее всего конечно через конфликт миссисе вас есть такое такое кольцо и просто одеть кольцо и все враги между собой погрызутся что будет для нас шикарно потому что нам не нужно будет тогда ни с кем взаимодействовать от слова совсем что для нас будет очень очень полезен дойдем хотя бы до уровня в свете имеется ввиду дойдем хотя бы до уровня специалиста мы собственно уже дошли до а ну да мы собственно дошли до уровня специалист то есть контроль на мертвых у нас уже есть в виде испуга то есть теперь когда на нас будут нападать вампиры демоны орки мы на них просто кинем испуг и все собственно что нам и нужно давайте поедим и сейчас и посмотрим что нам предоставят торговцы также в идеале посмотреть если у нас талант конфликтность потому что он нам очень сильно поможет открываем кольца собственно ищем талант конфликтность левитация контроль оценка закрепление характеристик невидимость превращение предупреждения закрепление характеристик телепортация левитация нет у нас конфликтности как вы видите кстати говоря можно ему самоцвет будет как-нибудь скормить на досуге наши ящерицы имеется ввиду нашему коню для этого нужно ему отдать то что ему нужно а именно ему нужно будет вот эти два кольца отдать у нас нет конфликтности поэтому в идеале конечно бы ее приобрести с торговцем мать попробуем поторговать возможно он нам что-то положит путные у него большое количество еды яйцо хамелеона кстати хамелеона есть не стоит вы превратитесь у вас что-то если у вас нет контроля вы превратитесь в рандомное существо давайте купим кольцо она не опознанное возможно вам что-то путное дадут также присутствует у него зелье воды но я думаю зелье воды мы брать его не будем ну и в принципе можно взять него и некоторое количество еды собственно давайте снимем проклятие через заклинание снятия проклятий если у вас нет заклинания снятия проклятия вы можете снять проклятие через свиток снятия проклятий также можете не заморачиваться и просто одеть этот предмет и потом снимать проклятие уже с помощью воды это стало сопротивление к яду но нам не нужно кольцо сопротивление к яду на начале она очень полезным я бы даже сказал крайне но потом она становится на уровне бесполезности волшебная лампа и палочки света на самом деле палочки света крайне полезны вы можете съесть палочки света и получить полет полет крайне эффективная вещь палочки света в основном медные потом вам нужно быть просто ржавого монстра победить либо монстра который ест еще три свитка зачарования свиток зарядки давайте у него купим нам бы в идеале благословить давайте так и сейчас сделаем прокачаем свою шапку у нас пока лучше шапки нету поэтому мы прокачаем то что есть благословим свитки зачарования и зачаруем собственно свою шапку у нас она плюс один по металлу идет мы сейчас зачаруем она будет чуть побольше по крайней мере наш армор класс немножко должен подняться все свитки которые у нас останутся мы просто отдадим лошади для того чтобы она качала себе статы собственно у нас плащ ускользания и орчи шлем ну давайте шлем прокачаем шлем плюс один шлем плюс четыре нам хватит почему хватит потому что если вы продолжили бы дальше качать вы бы скорее всего не смогли бы прокачать и мы бы разрушили предмет и он бы исчез на благословленные свитки зачарований дают зачарование от одного на трех рандомно то есть если вам повезет они дадут вам один если он не повезет они дадут вам три тем самым для вас может быть это очень очень плохо поэтому не рекомендуется если вы хотите потерять предмет я что-то не пойму а где это зарядка благословляем зарядку для того чтобы у нас было просто свиток зарядки свиток зарядки чем полезен помимо того что он вам да может дать при поедании сопротивление к шоку это его прямо одна из сильных сторон он может заряжать предметы до 100 процентов полностью то есть также он вам может дать на постоянке энергию то есть на постоянке энергию то есть сверх нормы это как бы как будто бы выпили зелье зелье получается благословленной энергии вот убираем собственно это обратно чтобы она не мешалась нам что касаемо этого в идеале конечно съесть плащ который у нас присутствует плащ ускользания но их боюсь что у нас мы пока не найдем дубликат плаща ускользания нам в принципе особо есть его нет смысла поэтому давайте посмотрим что у нас есть из счета из невидимость но невидимость у нас постоянные рукавицы фазирования кстати говоря есть очень интересно она проблема рукавиц том что они тяжелые то есть они как вы видите тяжелые доспехи у нас навык не умелые на тяжелых доспехах тем самым мы очень сильно проседать будем вот как то так собственно давайте посмотрим что у нас еще за торговец ювелирная лавка собственно отлично вытягивание сил давайте посмотрим что у него за эти по вытягиванию сил это железо железо в принципе можно было бы купить спасение жизни покупать обязательно это один из основных амулетов которые жизненно необходимы вам меткость возьмем для того чтобы получить дополнительные навыки смышленность холод и усложение нам не нужно у нас собственно отсутствует амулет как вы видим и в прошлой серии в одной из прошлых серий погибли поэтому наша задача теперь одеть амулет вытягивание сил отдадим нашей лошади для того чтобы она в будущем могла его одеть а собственно этот просто благословим амулет спасения жизни для того чтобы у нас был шанс дополнительное спасение жизни поймать то есть мы если погибнем то мы погибнем и встанем сразу же на месте за счет одного очка телосложения а в любом другом случае мы погибнем и не встанем то есть мы просто загублен для нас игра закончена будет благословим амулет спасения жизни для этого помажем его а то чтобы если он проклят и чтобы мы не просели по собственно либо если мы оба будут проклинать его что будет скорее всего чтобы вы могли его снять случае необходимости нужно обнаружение монстр давайте его купим в идеале у барыг тоже посмотреть потому что у них много всего может быть гастрономическая лавка нам не интересно магазин освещение еще дублирующий с зельями масла и волшебными лампами ну и обычными тоже разумеется на большое количество зелий но эти посмотрим что она может попам понадобится собственно зелью увеличение энергии обязательно брать это лишняя энергия нам которая будет приносить пользу поэтому снимаем проклятие с них со всего учитывая то что мы на уровне чемпиону кастуем то шанс достаточно высокий скастовать именно мы нашли еще одну кольцо контроля превращение это очень хорошо благодаря этому мы сможем в тебя попытаться покормить нашу лошадь тем самым у нас будет шанс на то что лошадь все-таки получит врожденный контроль мы сможем ее постоянно превращать по мере необходимости антикварное оружие нам не интересно тут единственное мифриловое копье интересное но у нас благословленное эльфийское я не думаю что оно сильно лучше давайте посмотрим что там по цифрам посмотрим эльфийское у нас получается 2.8 и смотрим эльфиловое 27 ну я думаю понятно она конечно могло быть в теории улучшена но я думаю что нам проще иметь то что в нами у нас книга подчинение нежити есть забираем у него эту книгу еще одно увеличение энергии заберем качество бесполезности нам не интересно воздух сбор тоже магазин снаряжения собственно магазин снаряжения тоже один из самых полезных магазинов потому что здесь можно получить сумки хранения также большое количество кирок и кирки можно и так найти волшебные слистки обычные слистки отмычки то есть то что на начале по крайней мере это прям необходимый магазин а потом конечно он теряет свою эффективность поддержанная броня по поводу поддержанной брони в большинстве случаев вы уже когда досюда доползете до черного рынка вы скорее всего уже вам он будет не актуален собственно робу в теории можно было бы одеть но у нас тяжелый доспех и не нужно роба для нас будет интересным кожаные перчатки и большое количество палочек но думаю нам не актуально собственно и посмотрели вкратце но тут все торговцы присутствуют которые вообще есть в игре скорее всего да вот вы можете их увидеть тут нам нам конечно же нужны торговец книгами это один из основных торговцев уровень скорее всего не копается я так думаю волшебный замок лечения давайте посмотрим на какой у нас уровень прокачки замок максимальный лечение не максимальное лечение мы возьмем значит у него берем книгу лечения так книга невидимости x2 у него присутствует давайте посмотрим нужна ли нам невидимость невидимость у нас максимальная нам не нужна невидимость обнаружение монстров собственно и оживление предметов обнаружение монстров смотрим у насíveува можно взять книгу обнаружения монстров Книга оживления предметов Давайте так же ее посмотрим А у нас ее вообще что ли нет? У нас нет книги оживления предметов Представляете? Но оживление предметов Обязательно брать надо На самом деле это самое плохое заклинание Я не рекомендую его кастовать Призыв Если у нас призыв У нас трешка призыв Собственно все Можно было бы конечно с помощью магического маркера Написать еще дополнительно То есть купить у нее пустую эту И написать с помощью маркера еще дополнительно Давайте посмотрим что есть еще у наших барыг Есть обнаружение невидимого и шоковые сферы Давайте посмотрим что они из себя представляют Есть ли у нас текущие заклинания Шоковые сферы Собственно у нас одна Мы покупаем Обнаружение невидимого Сейчас посмотрим А у нас нет обнаружения невидимого Нам нужно обнаружение невидимого А хотя нет вот оно У нас обнаружение невидимого тоже единицы Давайте купим обе книги зелье большого лечения мы также забираем у него как и полного исцеления свиток зачарования тоже обязательно забрать еще один барыга давайте посмотрим но мы его смотрели уже поэтому нам не актуален следующий хамелеон мы его тоже смотрели все барыги видимо закончились еще один барыга есть внизу и огромное количество наемников присутствие их статуи присутствует зелье большого исцеления забираем обязательно получение уровня также можно забрать кольцо импульса она дает вам навыки поэтому мы его тоже забираем свиток просветления нам неинтересно снятие проклятий тоже в большинстве случаев барыги отпинают большинство умов которые не будут присутствовать за своей скорости кстати говоря ускользающий зверя один из самых полезных зверей которые присутствуют здесь за счет его навыка ускользания он прям уау попробуем копается ли текущий уровень вообще в целом скорее всего нет но мы все таки попробуем нет уровень не копается и нам собственно не дадут скорее всего раскопать да видите то есть нам не дают его раскопать и пройти мы сюда также не можем нет смотрите мы смогли пройти но проблема в том что чтобы сюда пройти нужно использовать навык мерцанием но тут как вы можете видеть очень большое количество могил и призраки дружелюбные но я думаю дружелюбных призраков пинать нет смысла давайте посмотрим что с другой стороны кастую магию открывания на двери огромное количество мимиков здесь присутствующим огромных мимиков которые вас будут привязывать без талта скользкости вас они скорее всего убьют а тут больше по сути ничего и нету мы с ним меняться местами скорее всего не сможем со стражником потому что он фиксированный стоит если бы он двигался тогда мы не смогли меняться местами а так он стоит фиксирован и мы с ним меняться местами не сможем только чисто атаковать но нам он не актуален в плане атаки давайте посмотрим что там есть вообще в целом за стражниками тут собственно алтарь как я вижу присутствует две штук два алтаря но я не думаю что нам алтари нужны сейчас я там огромное количество могил судя по всему присутствует присутствует там тенгу один из самых полезных мобов игры вот этот тенгу почему самый полезный потому что у него телепортация и контроль телепортации и благодаря этому мобу и можно получить эти оба таланта но телепортацию можно и так получить других мобов но либо свитка а вот контроль вы по-другому не получит ну конечно не считая колец собственно я думаю мы выходим потому что мы то что хотели сделать мы сделали если тут два выхода не знаю почему два давайте попробуем во второй выйти чем между ними разница непонятно ну может кого-нибудь перенесет нас не в то место 37 давайте сейчас выйдем в другой выход мы выходили в правый выход сейчас попробуем выйти в левый выход не знаю посмотрим в чем между ними разница она собственно вы видите на выходе рано фикс стены то есть два одинаковых то есть выхода то есть это не какая-то замкнутой локация где выходов ограниченное количество чего могу сказать читаем книги которые мы закупили лечение читать обнаружение монстров читать кстати говоря мы максимальный уровень владения скорее сужение оживление предметов читать выучили заклинание это подчинение нежити читать мы теперь мастер в чтении повышаем эффективность сфер у нас остались монстр давайте посмотрим скорее всего уже максимального уровня до монстр 3 3 звездочки поэтому книгу можно смело смывать либо очищать но можно просто выложить чтобы она не мешала собственно двигаться дальше на следующий этаж в идеале конечно же прокачать нашу лошадь то что прокачать нашу лошадь нам нужно будет кто там копается на самом деле это один из громил копается к нам нам хочется зелье отдать обратить внимание в нас кинули зелень такой смешной свиток призыва стоит забрать с собой потому что если мог бы вас кастует вам будет неприятно ну и смыть его по возможности чтобы смыть свитки призыва вам нужно будет потому что когда вы поймем мы пойдем обратно на самом деле слон один из хороших питомцев в плане переноски предметов поэтому свиток призыва забираем с собой все остальное пускай лежит здесь давайте одним глазком посмотрим на следующий этаж посмотрим что у нас по свиткам у нас благословленный свиток зачарования и один неопознанный свиток а как вариант можно благословить орчи шлем точнее убедиться в том что то не проклятая для этого кастуем снятие проклятий на собственно свиток зачарования кастуем еще раз для того чтобы все остальные колбочки убрать можно было шапка конечно не самая лучшая самая лучшая шапка вообще считается какой-нибудь карта он импульс меткость но опять же это надо превращаться сейчас как вариант можно будет это сделать призыв как говорил ранее его можно смывать смело зачарование кстати говоря можно было в теорию отдать лошади благословленная чтобы она была потолще но мы сейчас его на себя скастуем мы знаем точно что она не проклятая поэтому его читаем и кастуем на собственно нашим у нас шлем плюс 5 и защита соответственно у нас 62 лошади поднять защиту у нас наверно не получится есть только она не получит дополнительную ловкость какую-то в идеале конечно лошади дать кольцо ловкости это прям самое лучшее для него будет кольцо почему ловкости потому что ловкость под не поднимает есть защиту чтобы увеличить лошади урон вам нужно просто дать ей кольцо силы причем а кольцо должно быть загрыжено на плюс 5 в теории если лошади каким-то невероятным образом дать проворство чтобы дать ей проворство вам нужно либо с помощью заклинания временное либо без заклинания но тогда вану ловший должна съесть например ботинки скорости которые дают проворство но чтобы она его съела она должна быть форме существа которое может это сделать собственно мы передвинулись на следующий этаж это у нас получается будет 38 этаж как вариант на следующем выпуске мы продолжим двигаться с вами дальше на 38 этаж поэтому всем спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока